В муниципальной аптеке номер один ведутся работы по обустройству пандуса. Год назад глава региона Михаил Мень проезжал сюда, чтобы проверить, насколько беспрепятственной является городская среда для ивановцев с ограниченными возможностями здоровья. Вызвать работника аптеки люди на коляске могли при помощи звонка. Его установили специально для этой цели. Правда, за год ни один человек этой кнопкой так и не воспользовался. К нами было принято решение, после посещения всех высокопоставленных наших чиновников, было принято решение все-таки кнопку заменить на пандус. То есть это более удобно, мы считаем, и для инвалидов, и для жителей города Иваново, у которых маленькие детки, которые пользуются колясками. Но оказалось, что здание аптеки является памятником архитектуры, и много времени пришлось потратить на разработку проекта и его согласование с Департаментом культуры и культурного наследия. Возросла и стоимость работ. Вместо предполагаемых 300 тысяч рублей на замену дверей, установку пандуса и реконструкцию крыльца ушло полмиллиона. Средства были изысканы предприятием самостоятельно. Как оказалось, на поверку у нас вышло, что работы действительно очень трудоемкие и очень дорогостоящие. И мы планировали закончить сначала ремонт в конце мая, но, к сожалению, сейчас сроки немножко у нас отодвинуты. Но я думаю, 5-6 дней мы это все закончим. К сожалению, не все предприниматели стоят социально ответственны. Из случаев равнодушного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья встречается гораздо больше.